Здравствуйте! Сегодня речь пойдет о проигрывателе Sony PSFL-77. Проигрыватель выпускался с 1983 по 1985 год. Устройство представляет собой автоматический проигрыватель с передней загрузкой пластинок. Этот формат отсылает нас к тем временам, когда были популярны закрытые аудиостойки с передними дверцами из тонированного стекла. Фирма Sony в серии FL выпускала целую линейку проигрывателей такого формата. Они оборудовались как тангенциальными, так и традиционными тонармами. Данная модель имеет тангенциальный тонарм и прямой привод диска. В проигрывателе используется звукосниматель формата T4P. Проигрыватель попал ко мне со штатным звукоснимателем Sony XL250G и штатной иглой ND250G. Игла в нормальном состоянии и вполне годится для демонстрации работы устройства. При желании можно купить новую иглу или подобрать современный звукосниматель этого формата. На крышке есть царапины, в принципе их можно заполировать, но я не стал возиться с этим, поскольку для меня важнее техническая исправность устройства. Давайте посмотрим, как работает загрузка пластинок. Лоток двигается при нажатии кнопки Open-Close. Закрыть лоток можно с помощью кнопки Open-Close или с помощью кнопки Start. Во втором случае воспроизведение начнется автоматически. Установим пластинку на диск. Ножом нажмем кнопку Start. Проигрыватель рассчитан на автоматическое воспроизведение пластинок диаметром 30 и 17 см на скоростях 33 и 45 оборотов. Пластинки диаметром 25 см могут воспроизводиться только в ручном режиме. Откровенно говоря, при использовании проигрывателя в закрытой стойке ручной режим мне представляется излишним, поскольку реально не видно положение тонарма. Я снял верхнюю декоративную крышку и защитную панель, чтобы подробнее рассказать об устройстве. Два слова о ремонте. Устройство попало ко мне в неработоспособном состоянии. Я, как правило, и покупаю неработоспособные устройства. Во-первых, это значительно дешевле, чем покупать рабочее устройство. К тому же зачастую и с рабочими устройствами бывает изрядно возник. Иногда же просто приятно привести в порядок неработоспособную вещь. На замечательном сайте Vinyl Engine есть сервисная инструкция для данного проигрывателя, что значительно облегчает ремонт и настройки. Помимо стандартной чистки смазки потребовалась замена пасекопривода тонарма. Для большинства тангенциальных тонармов это стандартная неисправность. Также было сломано крепление передней декоративной панели. Но было сломано очень удачно и его легко было подклеить. Самой большой засадой был тонарм. При включении устройства он произвольно дергался слева и вправо. В дебрях интернета мне удалось найти заметку одного умного человека, который описывал похожую неисправность и борьбу с ней. Он описал случай, когда внутри тонарма отклеиваются горизонтальные управляющие катушки. Я разобрал тонарм и обнаружил, что он оказался прав. В моем случае отклеилась одна катушка. Подклеил и подпаял катушку на место. На всякий случай по бокам подклеил вторую катушку, чтобы не разбирать тонарм еще раз. Все заработало просто замечательно. В заключении сделал проверку и легулировку по сервисной инструкции. И сейчас мы имеем полностью рабочие устройства. Несколько слов о тонарме. Тонарм, установленный в данном устройстве, относится к классу Sony BioTracer. Про BioTracer можно написать целую статью. Кратко можно сказать, что это тонарм с электронным управлением. Электронные тонармы также использовались другими фирмами. В частности, фирмой Denon. По некоторым данным из интернета, Sony и Denon использовали общую технологию. Тонарм состоит из двух частей. Одна часть, собственно, управляется тангенциальным приводом. Реализован по классической тросиковой схеме. Точность слежения составляет 0,1 градуса. Вторая часть подвижна в вертикальной и горизонтальной плоскости. Собственно, эта часть и есть BioTracer. Электронное управление обеспечивает поддержание прижимной силы иглы и демпфирование тонарма в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Посмотрим органы управления. Все они расположены на передней панели проигрывателя. Кнопка выбора скорости вращения. 33 или 45. Кнопка включения повтора воспроизведения. Кнопка управления вертикальным положением тонарма. Поднять или опустить. Кнопка горизонтального перемещения тонарма. К центру диска или к краю диска. Кнопки старт-стоп. И, наконец, кнопка открытия-закрытия лотка. Автоматический выбор размера пластинки осуществляется с помощью оптоэлектронного датчика. Вот здесь находится лампочка датчика. Коврик и диск имеют прорези. Под диском находится фотоприемник. Датчик определяет, установлена ли пластинка и какого формата. Если пластинка не установлена, то воспроизведение не начнется. Что меня немного удивило, что выбор скорости не происходит автоматически под размер пластинки, как в некоторых других моделях с оптоэлектронными датчиками размера. Скорость при воспроизведении всегда должна быть выбрана принудительно. Какие недостатки есть у оптоэлектронного способа определения размера? Он неверно работает с пластинками, изготовленными из прозрачного материала. В таких случаях воспроизведение не запускается, поскольку устройство считает, что пластинка не установлена. В инструкции по эксплуатации даются рекомендации по воспроизведению прозрачных пластинок. На мой взгляд, лучший способ – это вырезать подложку из плотной бумаги и закрыть отверстие фотодатчика. Для демонстрации устройства я буду использовать пластинку «Парлофон», выпущенную в 1957 году. Тем самым данная презентация не нарушает ничьих авторских прав. Напомнил, по закону Российской Федерации, авторское право на фонограмму сохраняется в течение 50 лет после публикации фонограммы. Затем фонограмма переходит в общественное достояние. Давайте посмотрим, как работает проигрыватель. Если у нас пластинка на 45 оборотов, то вручную выбираем скорость 45. В противном случае выбираем скорость 33. Кнопка «Старт» запустит воспроизведение. Временно остановить произведение. Можно поднять звукосниматель. А потом продолжить, нажав ту же кнопку. Горизонтальное перемещение тонарма вперед и назад. Эта кнопка перемещает тонарм к центру пластинки. Другая перемещает тонарм от центра пластинки. Хочу обратить ваше внимание, что сначала тонарм двигается медленно, а потом быстрее. Это сделано для удобства более точной постройки или быстрого перемещения к другой дорожке. Прекратить проигрывание пластинки можно в любой момент, нажав кнопку «Старт-стоп». Посмотрим, как работает повтор. Нажмем кнопку «Старт-старт». Нажмем кнопку «Репит». Для того, чтобы не слушать всю пластинку, мы поставим тонарм к самому краю. И запустим воспроизведение. Сработал автостоп. И пластинка воспроизводится сначала. До тех пор, пока включена кнопка «Репит», повторы будут бесконечно. Остановить воспроизведение, как я уже говорил ранее, можно с помощью кнопки «Старт-стоп». В заключении просто послушаем, как играет пластинка. Для демонстрации я взял пластинку «Hello, Marlen», выпущенную в ГДР фирмой Amiga в 1966 году. Как я говорил ранее, все фонограммы, выпущенные более 50 лет назад, на территории Российской Федерации, переходят в общественное достояние. Пластинка кривая. Но система биотрейсера отлично справляется, как с вертикальным, так и с галинантальным демпфиром. Вот, пожалуй, все, что я хотел бы рассказать про этот замечательный проигрыватель. Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok